Девушки отдыхают В областном центре демонтировали памятник Сергею Кирову, который располагался возле одноименного дворца культуры на проспекте Металлургов. Около 10 часов утра сотрудники Запорожского алюминиевого комбината начали демонтаж. Процесс затянулся. Рабочим дважды пришлось подпиливать нижнюю часть монумента болгаркой. В итоге снять памятник с постамента удалось только с четвертой попытки. Пока гурсовет не определит дальнейшую судьбу памятокоммунистического режима, скульптура будет храниться на одном из складов алюминиевого комбината. Напомним, сегодня же был окончательно демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому, а 9 марта снят бюст Серго Джаникидзе. В военных комиссариатах Запорожской области появились специальные мобильные группы. Главная цель – привлечь как можно больше военнообязанных в ряды контрактников. Также члены мобильной группы будут проводить агитацию среди населения в отдаленных сельских районах. Заместитель военного комиссара области Михаил Логвинов уверен, такая разъяснительная работа значительно повысит мотивацию для вступления в вооруженные силы Украины, особенно у молодежи. Специалисты, фаховцы рекламной службы по контракту, они сейчас выезжают в районах села, где среди разных категорий местного населения проводят информационную работу о проведении контрактного принципа комплектования Збройных села Украины. Они работают в голове сельских, селищных районов, а также среди жителей в отдаленных селах. Это позволит нам активировать работу о залучении граждан на контрактную службу, то есть выбора и направления их до учебных центров. Казацкая честь и мир на Донбассе. Вклад в восстановление территориальной целостности страны вносят не только воины вооруженных сил Украины. Казаки всегда защищали родную землю, отстаивали интересы народа и государства. О запорожцах в зоне АТО и казацких традициях 21 века смотрите в сюжете Евгения Мельник. Сегодня потомки легендарных воинов продолжают их дело. В апреле 2015 в Донецкой области из организации Приазовья сформировано православное казацкое войско. В его составе мариуполец Леонид Головешко. Сотрудничество всех казаков обогащает все стороны. Поэтому обязательно надо общаться, обмениться опытом, делиться. Мы постоянно держим связь с АТО. Накануне представители Международного союза казаков в Запорожской осече посетили своих побратимов, которые находятся в зоне АТО. Мы сейчас находимся в состоянии фактической войны. Идется запеклая борьба за свободу Украины. Проводится АТО. И сейчас с нами сегодня в Мариуполе присутствуют наши побратимы-казаки Мариуполя, с которыми мы проводим очень тесную współпрость. Суместно проводим операцию «Дозор», «Перехопление» и «Казацкие волонтеры». Патриотическую идею поддерживают не все организации. Некоторые запятнали казацкую честь. На жаль, очень много казацких организаций и пророссийских, и российских снищивали, вбивали на территории Донецка, Донбасса наших солдат и жителей. Мы разорвали угоду с ватаманом Кузицыным, который 10 лет назад заключил угоду, обещав никого не грабить и не воевать с Украиной. Со времен появления казачества прошло пять столетий, но традиции неизменны. Сегодня главная задача – объединить усилия для скорейшего наступления мира в нашей стране. В 2015-м прошел первый международный конгресс казачества. Это, на мой взгляд, выдатная события, потому что съехались не только запорозьские казаки, или казаки Украины, а съехались казаки из некоторых стран в мире. Мета конгресса была объединять усилия святого казакства для идеи защиты интересов свободы, независимости и территориальной ценности нашей Украины. Сборник материалов конгресса запорожцы передали мариупольским казакам. В ходе встречи в Донецкой области полковник ВСУ, бывший начальник штаба 37-го Запорожского мотопехотного батальона Илья Лапин награжден орденом. Шановный пан полковник, витаю вас с наградой, вручаю вам відповідный универсал и орден. Казацька слава! Слава Украине! Героям слава! Это награда, это кропотливый, ежедневный, ежеминутный, тяжелый труд всех нас. Я этот орден буду носить большой гордостью, честью. Это наша общая заслуга. Это заслуга казачьского 37-го батальона, это заслуга Международного союза казаков в Запорожской Сичь. Это просто прекрасно, что мы есть и мы обязаны защитить нашу державу. Прошлое у казаков было легендарным. Будущее вселяет надежду. Запорожцы, говорят, будут прилагать все усилия для того, чтобы небо над Украиной скорее стало мирным. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». В понедельник, 14 марта в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Коровец, ТВ5. Операция «Оптимизация». Под угрозой закрытия оказалась школа одного из сел Пологовского района. Содержать учебное заведение, где в классах по 2-3 ученика, чиновники считают нерациональным. Однако местные жители уверены, его ликвидация – это крах для всего села. Активисты ищут пути решения проблемы и намерены отстоять свою школу. Подробнее Екатерина Шапка. Школа в селе Болочки Пологовского района. В маленьком классе вместо десятков первоклашек всего три ученика. Один болеет на уроке только две ученицы. Такая наполняемость для этой школы стала нормой. Раньше в классах было по 15-20 человек. За последние годы количество сельских школьников существенно сократилось. На всю школу 21 ученик, 11 преподавателей и 4 технических работника. Еще два года назад учащихся здесь было вдвое больше. Детей подвозили из соседнего села Золотая Поляна. Теперь их возят в Чубаревскую школу. Она на несколько километров ближе. А в селе Болочки недостаток учеников. Учебному заведению грозит закрытие. Согласно постановлению Кабмина, финансировать школы с малой наполняемостью с сентября 2016 года не будут. В законе прописано чітко. Дам, где меньше 25 ученей, державная субвенция не назначается. Закрытие школы – крах для села, уверены местные жители. В Болочках нет ни клуба, ни творческих кружков. Это единственное место, где кипит культурная жизнь. Чиновники же апеллируют к цифрам. На одного ученика школы села Болочки из районного бюджета в год выделяют в два, а то и в три раза больше денег, чем положено. Содержать такое учебное заведение не по карману району. Из требующихся 60 миллионов гривен на сферу образования в районе в этом году выделили только 37 миллионов. Один учень, розумієте, один учень, від 30 до 45 тисяч гривен входится. Держава видає гроші на школу, на каждого учня, 8, ну, там, майже 9 тисяч гривен. Я не хочу бути голосовным і нікого принижувати. Але ваш заклад, Болочкинська загальна субвенця школа, існує за рахунок інших учнів, де ми їм, у них забираємо гроші, ми не можемо їм придбати якісь мультимедійні засоби, спортивні приладки. В случае закритий школи районные чиновники намерены купити автобус і організувати подвоз школьників в село Чубарівка за 15 кілометрів. Селяне такий вариант воспринимають негативно. Говорят, дороги плохі. Маліша замітель, ось цей весь проліт, він повністю під таким снігом лежить, що ми по дві неділи тут сидимо, до нас ніхто не може не заїхати, не виїхати. Ми сидимо без хліба даже. Будуть наших дітей возити? Не будуть. Родители учеников і педагоги видять виход із ситуації. Предлагають містним чиновникам сэкономити, отказатися від електроотоплення, оставити действуючий, лишчать здання школи і внов привозити учеников із соседнього села. Назад як повернуть автобус, я думаю, у сільській раді фатало грошей, щоб ввозити учні сюди з Золотого поляну, ввозили в Балачки. Я думаю, сільська рада спроможна. Чиновники объясняють, денег на реконструкцію системи отоплення нет, а подвозити учеников із Золотого поляну в Балачки неоправданно. І все ж готовы рассмотреть предложення і конкретні расчеты сільської громады. После їх изучення обещають провести общественне слушання. Окончательне решення по поводу закрития школи ще не принято. Жители села Балачки уже обращались со своей проблемой на горячую линию Кабмина і намерены бороться за школу до конца. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовський район, ТВ5. Скажи «нет» самолечению. Каждый десятый житель нашей планеты страдает заболеванием почек. В большинстве случаев люди обращаются к специалистам, когда болезнь приобретает хронический характер и требуется хирургическое вмешательство или пересадка органов. Как решаются проблемы с лечением таких больных в Запорожье, узнавала Галина Знаменска. Светлана Щербак ранее никогда не обращалась к нефрологам, специалистам по лечению заболеваний почек. Хотя много лет и ощущала дискомфорт и симптомы заболевания. Но после обследования на УЗИ для плановой операции медики обнаружили тяжелое поражение почки – поликистоз. Было такое, что вроде бы как холодно почке, постоянно спина у меня вроде как мерзла. Вот такое у меня было состояние. А почка не болела так никогда. Но когда приступы были, вот у меня камни были, или песочек шел, тогда, конечно, больно мне было. Надо же обследоваться. Легла в больницу, тогда я узнала, что это такой поликистоз почек, что она не лечится, неизлечимая. Сейчас в Запорожском городском центре гемодиализа на базе 7-й городской больницы очистку крови проводят 73 больным. Без этого им не выжить. Гемодиализ проводят и Светлане Щербак. Начались отеки, да? Откуда они начались, никто не знает. Вот человек. Ну, никогда не придавало значения. И если бы не та операция, перед которой ее послали обследоваться, ну, неизвестно, сколько бы она еще с ними ходила, вот так вот без жалоб и без ничего. То есть появились отеки. Никто же не выявляет их, так сказать, идеологию, да? То ли это сердечные отеки, то ли это почечные отеки. Ну, хотелось бы, конечно, призвать жителей нашего города, то есть не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Количество людей с почечной недостаточностью ежегодно увеличивается. В гемодиализе нуждаются 170 горожан. Теперь на диализе вот уже сколько, с июля месяца. Вот. Отеков нет у меня. Нет. Ну, после диализа нормально. Живем. Аппаратура по очистке крови есть в трех взрослых и одном детском лечебном учреждении. Во второй половине этого года на базе 10-й городской больницы откроют новый гемодиализный центр. Есть вариант пересадки почки, но на протяжении многих лет закон о трансплантации органов в Украине так и не принят. А ведь от работы этого органа зависит жизнь человека. Это очищение организма от шлаков, так называемые, азотистые шлаки, там, яды какие-то, химикаты. То есть все это почки берут на себя, весь вот этот удар. Инфекции, стрессы, какие-то приемы, опять же, анальгетиков, противовоспалительных вот этих нестероидных препаратов, которые пациенты принимают бесконтрольно. Методы лечения, которые медики применяют сегодня, позволяют предотвратить дальнейшее развитие болезни. Но это возможно только в случае сознательного отношения пациента к своему здоровью. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. И это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Свалка под окном или как бороться с нерадивым соседом? Инсулиновый дефицит, врачи уверяют, ситуация скоро стабилизируется. Разгром киевских студентов, баскетбольный клуб «Запорожье» на ходу. Эти ребята точно знают, как быть стильными, модными и актуальными. Их полезные советы сохранили не одни отношения, а лайфхаки упростили далеко не одну жизнь. Смотрите через несколько минут программу «Планшет» на телеканале ТВ5. И напоминаю, все актуальные новости Запорожьей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. главред.tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова